Я никогда не пишу сценарий, я не думаю о чем я буду снимать видео, я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами, реальная Алания, жизнь в Турции, видео каждый день, приятного просмотра. И спасибо большое пакет, кто оставил целый пакет, там и котикам, и не котикам, там много всего, я еще не разбирал, у Мурата на злой текстиль. Отошел фонтанчик, куда-то нету. Друзья, спасибо большое, я Мурат записал, вроде бы Минска, имя я не могу прочитать, мне показалось, он сказал, то ли Марина, то ли Мария, то ли Анастасия, короче, там просто он несколько букв написал. Огромное вам спасибо, я сейчас по рюкзаку, у меня на спине тяжесть основная, сюда кошачью еду положил, в бутылке. А в основном то, что ваша, оно все, у меня в рюкзаке на спине, очень тяжелый подарок, спасибо большое. И от меня, и от котеек, я в шоке, как вы такую тяжесть притащили, спасибо большое вам. Дай Бог здоровья, мирного неба нам головой, спасибо. И хочу показать, сейчас зашел Микрос, там хлеба нет нормального, а Бима уже не работает. Думаю, ладно, возьму такие булочки, они, ну как, они не сладкие, в принципе, то есть вместо хлеба можно, вредно, но можно один раз. И что вы думаете, вот тут две булочки, вот такие, вот тут две булочки. Я такой, тридцатку даю, он типа, не-не-не, пятьдесят шесть, пятьдесят, ну, с двумя пакетами, пакеты по двадцать пять копеек. Пятьдесят шесть, пятьдесят, четыре, блин, булочки. Я так думаю, ё-моё, вышел еще, думаю, я не в Швейцарии случайно, а Микрос, Валании, точно. Я офигею с этих цен, конечно, это жесть. Так, ладно, сейчас буду идти назад, иду, несмотря на тяжелые эти все вещи, иду все равно кормить малышей на лодку туда, к маяку. А потом еще, возможно, может быть, и к дегемотушке зайду, но я сейчас хожу ради белого того, у которого полщики нету, он просто в таком состоянии ужасно, вроде бы, и думаю, если я его по чуть-чуть буду подкармливать, я там дольше проживу. Тепло так на улице вообще, супер. Слушайте, ну ладно, было я тут двенадцать, да, мы были там с Сашей, с Юлей тоже после одиннадцати, но сейчас без двадцати одиннадцать, я не могу понять, туристы вы где. Ну как такое может быть, чтобы никто не гулял в такое время, почему нет туристов? То есть пустые набережные, знаете, если бы я не знал, что в Аланье куча людей, что не верит, вы идите днем на пляж Клеопатре. Ну реально, просто не верится, что в Аланье куча людей, глядя на вот эту безлюдную набережную с кораблями без двадцати одиннадцать. Нет, ну есть люди, я не могу сказать, что их нет, но их мало. Не знаю, как такое может быть. Девушка поет, там остановился, не часто девушка здесь слышно. Обычно слышно мужчин с того кафе. Фух, мне жарко, потому что у меня полный килограмм шесть на спине, и тут килограмма четыре, нет, не четыре, тут тоже больше. Я мокрый, просто иду. Хотя погода очень комфортная, не холодная, не жарко, очень классно. Ну вот Германия, чуть ли не единственная, кто прошел, вот пока я снимаю с туристов. Вот девчонки еще идут, рассказы здесь, но вообще очень-очень мало людей, могу понять почему. Да что у нас кафе-балкон был, да? Хукан Лаундж сейчас называется, Омараглу. Привет, 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 черный твой большой там с малышкой гулял. А малышка беременная снова, представляете? Малышка тоже опять беременная. Вчера они в полночь гуляли, я не знаю, что за активность была. О, один, и привет. Выходим, сейчас вкусняшки дам. Да, да, зайка, все, они уже кушают, да. Ты мне их презентовал, а кто ж воду упрал? Ну я ж поставил баночку с водой, зачем же ее упрали? Великолепная четверка. Привет, малышня. И тут копия Путина нашего папы. И сзади. А черных нету в этот раз. В тот раз было три черных и один, как папа Путин, а это вообще непонятно. Где черные? Привет, ручка. Привет. Привет, как дела? Маячок бежит. Привет, Пушкин. Фух, как тут тепло, классно сейчас. 11 ровно, без минут. Кс-кс-кс. Это Маячок? Нет. Или не Маячок? Нет, это не Маячок. Кто это? А это Путин, блин. Это Путин, папа тех малых, которые ушки на черни прибил. Да? Ты самый злобный у нас, Путин. Там один, ну, копия тебя. Сейчас кушаю. Кс-кс-кс-кс. Не маячок. Ушкин, нормально вы друг с другом соприкасаетесь? Главное, не лезь к нему. Помнишь, как он тебя чуть не убил? Да? Красавчик. Офигеть, я всегда не знаю, как от Путина избавиться, потому что боюсь его Сушкиным оставлять. Он, зараза, террорист, блин. А сейчас я дал ему есть, он посидел, короче, быстро куда-то побежал. Вообще ничего не пойму, что это значит. О, блин. А что произошло? А, может он там, знаете, может... Они ж чутко тут чувствуют рыбаков, лодки. Вот там он, смотрю, парень. Возможно, там рыбаки... Да, он куда-то... Представляете, чутье какое-то. Тут метров чуть ли не 50. Вот там от рыбаки, видимо, причалила лодка. Он бегом туда полетел. Наверное, маячок там, я думаю. Джаушкин, так ты разбалывайся, а то ешь только мокрую еду теперь, друг. Думаешь, у меня на нее деньги всегда будут? Нет. Давай это, ешь. Ты ж любил мой сухой корд. Разбалывай тебя? Или мне еще на недельку уехать? Кто тебя тут кормил деликатесами? Кушай, кушай. Я в конце тебе всегда открываю пакетик и капаю у тебя мягкой еды. В конце, ты ж помнишь, когда ухожу, чтобы ты за мной не бежал. Давай, кушай. Кушай, ушки. Кушай, ушки. Скажи, привет, Анна и Анджела. Кто еще? Кому пошли мы еще? Кому пошли? Четыре их пять. Я в шоке. Раз, два, три, четыре, пять. Малышка. Ну, ты героиня. Вернее, ты не малышка. Малышка там у нас беременная. Офигеть, их пятеро. А вы представляете, вчера я только четверых видел. Пятеро малышей этих. С ума сойти. Ну, ты мать героиня. Вопросик. А? Ну, ты блин, даешь. Так, пупец, а вы смелы. Пятеро, блин. Все, пока. Накормил я вас. И сухую еду уже едят. Мокроем навалил. Все нормально. Пятеро, блин. Я в шоке, реально. Рыбацкие корабли здесь. Ну, что ты. Благодарная. Бежишь за мной, да? Ты хоть успокоилась. То прям кричала, кричала. Видимо, говорит, покорми их. Я уже не могу. Они меня уже все сиськи отгрызли. А сейчас уже все. Они кушают уже. Да. Надеюсь, я не один их кормлю. А еще хоть кто-то приходит. Дорогие мои зрители, кто живет здесь. Они вас ждут. Я один всех не успеваю. Пока. Все. Давай, иди к малым. Тут сети. Погружают на корабль сети. Смотрите, как много рыбаков. Вот этого команда, видимо, этого корабля. Раз, два, три, четыре. Человек 15. Сетей куча. Они больше 15. Малочка, смотри, с ними не уплыви. Я. Все, все. Иди домой. Иди к малышам. А черненький там тусуется из ее, ну, старше ее с малышкой там, короче, гуляет. Черненькая, смотри, чтобы они тебя не увезли. Все, иди домой, иди домой. Офигеть, сетей сколько. Иди домой пока. 11 часов 17 минут. Людей сегодня много здесь. Вчера я тут был. Позже и позавчера. Все, немного. Ну, опять же, тут иностранных туристов раз, два и все. Пару компаний и иностранцев, а так все местные. Ух, мне жарко, блин, я весь в сумках. Все, наверное, в курточках стоят легких. Здесь жарко на них смотреть. Ну, не местные, простите. Ну, где-то 25 часей. Вот, опять же, по улице Бара, ну, то есть и местных мало, и, ну, непонятно как-то, почему. То есть, вот, после того, как я приехал с Италии, да, самый комфортный сезон в Алании. Людей полно, туристов иностранных, но они не гуляют вечером. То есть, те, кто летом здесь, они активнее гуляют вечерами и ночами, чем те, кто сейчас здесь. Почему так, я не знаю. Танечка опять не было. Кустик я отходил, да? Красавчик. Он повар, который тебя мясом формил. Смотри, я тебя насыпал уже. Иди сюда. Давай. Давай. Твоя любимая еда. Найос. Ты наелся. Да? Ты красавчик. Друзья, отдельное спасибо, кто привозит корм, потому что у меня много котов, которые с ограниченными возможностями, так скажем. Да? Такие вот засранцы, которые не едят сухую еду. Я по 7 пакетов вчера 6 или 7 раздал, и сегодня у меня 7 было опять. Ты хитрый, да. Я беленькому принес эти пакетики. Сейчас пойду туда, там супер хвост, трех лапочек. Бегемотик они есть, ничего не есть. Только человечью еду у меня нету сейчас, курочки. Придется тоже пакетик. Эти уже заелись. Свежая еда. Сегодня просфасовывал, сидел час, мешок 15 килограммовый по этим бутылкам. А вы не хотите свежую еду, вкусную? Ну, заелись вот эту. Беленького нет со щекой. Жалко, родинел сюда зашел. Беленький, надеты. Наш котик с ограниченной возможностью. А на глазик? Посмотри сюда. На глазик. Укажите, воденький. О, и он здесь. Ну, как здорово. Видите, они тут как в лепрозоре. Блин, оба инвалида. Оба тут вышли отсюда. Мойте худышки. Давайте кушать. Он сюда пришел. Ну, там столько еды насыпал. Чего ты ее оставил. Ну, не трезь, пожалуйста, обменяй. Я тебя боюсь. Ну, не надо. Он чешет все по своей. Изменяй. Торжище, стой на месте. Трехлапочка вам пришла, что-то стоит. Привет, суперход. Сейчас. Иди сюда, трехлапочка. Ски-ски-ски. Иди сюда. Ну, чего же у меня инвалидовичи такие? Я такой красавчик. Трехлапик мой. Танцуй. Живи меня, трехлапочка. Ски-ски-ски. Иди сюда. Иди сюда. Ски-ски-ски. Иди сюда. Иди сюда. Ты их боишься, что ли? Суперход, наконец-то у тебя не висит ничего с рта. Как оно любит гладить. Суперходочка. И куда лезешь? Вот, смотри. Красавчик. Красавчик, да. Так оно типа суперход, что ты делаешь? Смотри, наглый какой. Привет, видимо, отушка. Добрый вечер. Рыжик. Так, тут тоже их надо по 10 сходить. Надо быстрее кормить. Последний пакетик остался. Только сухая еда. Ты не ешь сухую еду, да? Да, видимо. Расстроенный ушел там, где бегемотик. А их 10 или 11 вышло. Но у меня один пакетик я как бы для нее принесу. В итоге, блин, коты раздразнились. Только я в печали, что я не могу всем. Конечно, каждый из них съел бы по пакетику. Но, блин, я не могу по 30 пакетов раздавать. И по 20 за день этой еды, блин. По 500 лир или по 1000 лир в день. К сожалению. Хотелось бы разбогатеть. Тогда у меня коты все получали бы, кто меня встречает. То, что хочется, полусловника нету тут возле мечети. Все, друзья, вот такая прогулка. Настроение испортилось. Из-за того, что я не могу накормить всех котиков так, как они хотят. Мы не имеем на это возможности, к сожалению. Помогайте животным. Мира добра позитива. Все малония. 9, 10, 12, 27 часа. Слоник, ты спишь, полуслоник. Обычно выходит сюда. Нет. Первое, на улице так тепло вообще стало. Если там могли быть какие-то нотки прохлады. Иногда там, когда ветерончик легкий. Сейчас вообще тепло. Наверное, завтра день будет еще жарче. Ну, судя по тому, что я купался сегодня в Тосморе. Рядом с Димчаем. И вода была абсолютно теплая и комфортная даже для меня. Наверное, она там была не меньше 27,5. То я так подозреваю, что солнце, которое целый день светит, оно тоже свой вклад вносит. То есть, если вода там на какие-то полградуса, может быть, за ночь, когда под утро 24-23 всего, она может быть как-то остывает. Но днем она снова немножко, благодаря солнышку, прогревается, друзья. И это очень классно. Не дай бог, чтобы так было дольше. И через месяц пусть так будет. Потому что всего-то 10-го наступило. Хочется купаться от 10-го ноября, чтобы вода была не ниже 25-24 хотя бы. Посмотрим. Как мало романтиков, все-таки, которые просто любят ночь. Не важно. Центр, аланинный центр. Просто вот, не знаю, как так можно. Ночь не любить. Ну, тем мне лучше, потому что меньше люди путаются под ногами. Вообще здорово. Как мне не хватало такого тепла в Италии. Я что же ехал, я, в принципе, мечтал походить в шлепанцах. Море по колено зайти. Ну, в море-то можно было зайти при желании. Но просто получилось, что я ходил все время в кроссовках. Потому что ниже сиди кушать, да, малыш. Привет. Ты спишь там под машинкой, да? Да. Кушай. Ужин. Ужин тебе. Гостик. Ужин, как много кошек, друзья, Валаня. Хотя во всей Турции. Миллионы, миллионы. А 80 миллионов в Турции населения. Я не удивлюсь, если кошек 40 миллионов. Честно. Судя по тому, как наш вопросик черный рожает. Интенсивная малышка теперь тоже. Так, работает ли мой овощной? Нет. Бывает никогда, они чуть ли не до часа. А бывают дни, когда 12 на улицах уже никого нет. Магазин почти все закрыты. Вот сегодня что-то. Всего-то 32 минуты первого. Они уже, похоже, закрылись. Давно. Так я бы зашел в зал бы брокколи или что-нибудь на ночь себе сварить повезти. С какой-нибудь баночкой привезенных вами консервов, дорогие мои зрители. Низкий поклон, большое спасибо. Я объелся сегодня этой селедкой. Я сегодня ел селедку и кильку в томате. О, привет. Ты же через дорогу не бегай. Она меня знает, если овощного живет. На, иди сюда. Иди сюда. Не бегай через дорогу. Осторожно. Тут такое движение есть. Люди даже ходят. Ну, да, что слышала, я разговариваю, она прибежала через дорогу. Здесь, здесь я начинал сегодня видео. Часть, которая обеспала с монтажа. Я отсюда воздавил. Отсюда, по-моему, или откуда? Или от Вакики. Я не помню, где я начинал снимать. Часть, которые прошли до первоплатины. Я даже не помню, там уже отдыхаю. Хаджетика моего не видно. Стоп, а я его видел после Италии? Нет. Ко-моему, нет. Даже он эти лотереи закрыты. Обычно ночью. О, Хаджетик, привет. Ну, надо, что ты сказал, Хаджетика моего не видит. Ой, а там еще кто-то. Здравствуйте. Простите, потревожили. Не уходи. Она спала, лежала. Привет, Хаджетик. Привет. Только иду за тебя, рассказываю. На, как он. На, иди сюда. На, вот. Все, оставить. Корма, а то мне, как ты не пустят, которые возле дома, на улице. Друзья, мира добра позитива. Простите, еще раз помогайте котикам. Пока. И четверг сегодня, второй сборничек будет по котикам со вчерашним днем. Вот она, наша красавица. Тебя же за давно не было. Привет. Привет, моя красивая. Вот я тут покормил вкусной едой. Она тоже, друзья, я ее знаю так же давно, как и ананасочку. То есть мы с ней знакомы уже почти 4 года, наверное, все это котик. Сера-буро-пашкаря-банакия называемая. Она необычного цвета, красивого. Ну, вон, как хорошо, что я. А то я приходил перед Италией, сколько ананасика кормила, ее что-то не было. Специально доходил. Или я не доходил сюда, она далековато немножко ушла. Но вот там была, наверное, я не доходил сюда. Да, тут она на уровне Бигблюзка. Это или... Сейчас ананасочку посмотрим, дома ли она. И большая прогулка по набережной оба, и немножко с заходом в парке оба, где хвостик уже может быть на канале. Ананасик, прием. После Италии еще не видел у меня ананасика на пятнаху. Ананасик рано стало уходить. Она сидела тут ночами, сюда, лето. Блин, ананасик. Ну, слышно. Кс-кс-кс-кс. Многие, наверное, путают, если видят, а здесь у этого котика. Очень, наверное, похоже реально. Залазь сюда. Залазь. Иначе чуть больше, как бы, ананасочка более компактная. Но я и по цвету вижу отличия. И по мордочке, естественно. Не, нельзя сказать, что прям один в один похож. Кто в котах разбирается, тот не перепугается ананасик. Ну, зачем я так много насыпал, ты есть не хочешь? Где же ананасик? Ананасик. А тут одна из наших картинок. Привет. Привет, зайка. Ой, это наша главная картинка. Привет, моя красивая. Нет, привет. Иди сюда. Залазь. Смотри, тут еду кто-то насыпал. Мне облегчили. Можно мягкую тебя не открывать. Смотри, сколько здесь. Залазь сюда. Я забыл, когда видел уже, друзья. Я не видел месяца полтора, наверное, не меньше. Это та, которая главная картинка, у которой голова твоей формы необычная. Боже, как я рад тебя видеть. Моя красавица. Видите, что-то от мокрою еду тоже, видимо, не все едят. Она от мокрою не ест, а мое ест. Всего. Ой, странно прям. Я вроде думал, что мокрою еду, все хорошее. Но пусть все едят. Не все-таки. Картиночка, как я рад тебя видеть. Я знаю, что она в основном только днем возле white and white там. Да? Класс. Ты вместо ананаски сегодня нас рады. Все, приятного аппетита. Сейчас она и ту еду поест, она ее не видел. Тут другая была, вторая картинка. Та постоянно здесь была, но сейчас ее что-то нет. А эту так редко я вижу. Помните на заставочке она была? Я если не забуду, то вот эту заставочку на этом видео сделаю, там, где она есть. Она обычно вот тут от выходит, но только днем. Вот тут сидит возле J1 Beach Club. Но днем, ночью она очень редко была. Классно там. Вот любите его лапкой. А ну сбил мою ветрозащиту, губку мою сбил. Ну, бессовестно такой. Ну, ничем ты сбил мою губку. Хочу. Хочу, мать он. Губку Боба моего сбил. Видно, конечно, когда редко приходишь и не попадаешь на нее. Блин. Не знаю, сейчас еще назад вернусь. Прошел сюда, сейчас здесь похожу. Вернусь еще там, немножко посижу. Бидно, если не найдется она. Тут вообще никого не видно, искать ее. Тут столько много было, денешься. Привет, черненький. Так, это же это с нашей пятерочки одна. Да, узнала, вышла. Привет, красавица. Привет. Черненький, у которого лапки задние, что-то он еле-еле ходил. Подняться не мог на живой, слава богу. Уже прошло несколько месяцев. Идем, я вам насыплю. Ты одна, что ли, осталась в нашей пятерке? Ай, черненькая не была, маленькая ты. Где много тут сегодня? Занос прицепа появился. Я помню, что она возле реки живет. Пятнашка, к сожалению, не дождался. Времени нет. У меня магазин надо 9-ти нет времени ждать. Заносика позвала, она вышла. Да, вот контрольный занос, скажите. А у меня вкусняшка черненькая, мы там отдал с больными лапками. Что-то там вроде еще мелькает. Заносик, будешь кушать вкусняшку? Люди полно. В ресторане, в этом вообще напротив Парадора. Прям толпы просто. Крутышки зашел. Здесь и напаянится. Крутышка. Крутышка. Эх, одноглазочка, одноглазочка. Взяла бы ты и выбежала бы. Крутышка, Арсихоту. Родной. Крутышка. Бегом, давай мне времени нет. Крутышка. 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 Привет, иди сюда. Привет. Крутышка. Ну. Ну я, я. Чего не добегаешь? Что не так? Идем. Иди сюда. Крутышка. Или она протест выражает, что я так редко прихожу. Крутышка. Вообще-то это я. И в тот раз так же было. Ты же всегда ноги мне начинаешь ладить. Что случилось? Чего обижаешься? Привет, крутышка. Привет. Привет. Крутышка. Даю я сейчас мягкий пакетик. Ой, малые выбежали еще. Это не твои случайно? Крутышка. Привет, малыш. Сейчас даю пакетик. Купец увидел цену. Там написано Американу. 180 лир. Я, блин, в шоке. Это вообще. А потом они жалуются властям, что туристы не ходят. Ничего не покупают, не ходят. Типа нет. А так, ёпрс, это вы цену сделали дороже, чем в Америке и в Канаде, да, с их уровнем жизни. И потом жалуются, что к вам не ходят. Это я просто реально шок. 180. Я вспоминаю средняя цена разных видов кофе в Италии. Но там максимум... Максимум 3 евро. И то это в редких местах. В основном там 2 евро. Блин. 180. Вы чё? Это сколько выходит? 5? 5 евро это выходит. Да? Американо. Нормально? Турция. Даже не Швейцария. Цены швейцарские, наверное, у них. А потом, блин, жалуются. Никто не ходит. Я в шоке. Просто реально. Людей полно туристов. Я вот сейчас гулял, а тут не включал, не снимал. Туристов валом просто. Но русскоязычных не очень, кстати. Повыходили эти друзья. Ну, что-то несуходи, если хотят. Одноглазочку за узлову нет. Привет. А где тебя видела? Красавица. Привет. Иди сюда. Иди сюда. Нету одноглазочки, блин. Здесь не всё в порядке. Что ж такое? Должен как-то пройтись. Поздал с вами магазин за своим хлебом. Любимым в Биме. Бинда 9 везде вроде. Покупай. 1 октября, друзья. Цены на хлеб Мегроси. Высокий. По 20 с копейками я покупаю кипяклей КМЕК в Биме. Тут чуть-чуть больше веса у этого кипяклей. Он чуть-чуть вкуснее. Вот это, наверное, самое вкусное. Этот севернозерновой. 500 грамм. Там, возможно, 400. Цена его... ...